Девушки отдыхают Сегодня в программе Когда вас собирают музою И как красная статуя Сейчас, сейчас, и у статуи нету Может не, надо продолжать И влаштовывают поетичное побачение Это наливка Откушайте Спасибо, я с утра кушала Все может піти совсем не так Не знаю, как это святой Валентин, но то, что ты бухой Валентин, это точно Та як загублена речь Ой, вы нашли мой кошелек Може обернутись Вы в милиции или что? Я нет, в какой милиции? Справжним кидаловом И как сеанс у ворожки Могут быть какие-то странные звуки Може закінчитись Повним жахом Сашенька, ну что, ты соскучился уже по моим фокусам? Я еще от предыдущих не отошел Отошел, не отошел Ты сегодня как Котел Но десерт мне подавай Такая серия, мадам Я понял, следующий коктейль безалкогольный Нет, на самом деле Это у меня просто послевкусие От следующего свидания На которое пришел стихоплет И теперь я живу с осознанием того, что у меня губы как караси Шедевральная рифма, скажи Ты что, не порвала на этом свидании? А фокус будет? А фокус будет Потом я тебе покажу, как мои шорты превратятся в подставку для планшета Чтобы воспеть это в памфлетах Тьфу, блин Пылкие рифмы Ты как карасная статуя Сейчас, сейчас Не у статуи нету Может, не, надо продолжать? Страстное признание Я не понимаю, что это комплимент был? А в итоге полный упс Нет, это не ста 13.45 и мы прибыли на место В парк, куда меня позвал Валентин Поэт, если что Короче, очередной кавалер сайта знакомств Я сажусь на лавочку А операторы рассеиваются по территории под видом обычных прохожих 14.00 Неужели Валентин опаздывает? А ведь так рвался навстречу Ой, что это за официанта-женихо-горничная Надо же, как принарядился Кристина, глаз мой Пластилина Пластилина? Да Пластилина? Пластилина, это экспонт Начало оригинальное Вот ты скажи, ты любишь стихи? Уже не уверена А я еще не знаю Читать заготовки может каждый Я мастер импровизации Да, мастер, я еще от пластилины не отошла Так, вот смотри, сейчас я специально для тебя что-нибудь накидарю Если не ко мне, то можно Но потерпите еще чуток, я объясню, кто он Вот просто после вот этой его импровизации Кристина, ты богам подобна Ого, сразу Ты прямо просто бесподобна Ой Ты как прекрасная статуя И у статуи, сейчас, сейчас И у статуи нету Может не надо продолжать? Сейчас, сейчас, сейчас Сейчас, сейчас, сейчас Сейчас будет Шляпки Так, шляпке удалось остановить творческий поток Я волнуюсь, ты мне очень нравишься И вот я почувствовал, что ты вот та мужа, которую я искал Правда, тогда мы еще не знали, зачем искал Нет, это листа А нашел меня Валентин на одном из сайтов знакомств И сразу прислал стих Свет красивая и синтетичная, тобой опьянен весь я Хотя стихи на сайтах знакомств присылают часто Кто свои, кто скопированные у классиков И, конечно, каждый считает, что они шедевральны Но Валентин заявил, что он не просто поэт, а мастер Мастер импровизации Которого знает, на минуточку, вся Европа Вся Европа знает? Уж мне бюджет пишет Но на мой вопрос А где ты печатаешься? Валентин ответил Везде Отлично съехал Тут же обозвал меня своей Музой Умываю И настойчиво позвал на свидание В общем, муза пришла Поэтому я предлагаю отпраздновать союз с музой Живительный эликсир Чай? Не-не-не-не, какой там чай? Да, поникну А что это? По запаху такой крепак табун можно свалить Это налив И он эту наливочку тут же налил Откушайте Спасибо, я с утра кушала А Валентин откушал так, с аппетитом Мол, от наливочки у него рифма лучше идет А вот дождик и без наливочки неплохо идет Он может, конечно, и временный Временный, может быть, надо куда-то спрятаться Дождик мы пережидали под деревом А группа в машинах Валентин тем временем вдохновлялся не только музой И, наконец, вдохновился Ты богам подобна Как? Опять это просто было уже Нет, это можно еще повторить Это хорошее словосочетание Короче, рифма не идет Но и дождь уже не идет Слушай, а может, на лодочке покатаемся? Лодочки я предложила еще в переписке И Валентин обещал сразить меня там шедевром Ладно, пока не сбегу Подожду Группа делится Часть остается снимать с берега Часть с лодки неподалеку от нас Типа такая же романтическая пара А, это он Спасибо Спасибо Ну все, мы расселись Сумочку с камерой поставила Пора отплывать А это мне? Я как-то себе по-другому Представляла роль музы Тебе удобно? Вообще, да, хорошо Порода хорошая И повалила к мастеру импровизации Рифма Ветер веет Своими косами А? Нет, не так Ну, почему? И я тут вся грибу веслами Валентин не оценил И бросился за дозаправкой Так, можно таки Я за рулем Мы плывем И Валентин понемногу уплывает Я рад, что мы сегодня Вот так вот Душевно Душевно На свежем воздухе Я прям чувствую себя Музой Конкретно сейчас Почувствую, муза стала Уставать Вдохновлять Сейчас Тихо будет Подожди Я понял, что ты ждешь от меня Искусство Да Например, искусство гребли Хотя Валентина и так гребет А вообще Я в тебя влюбленный Я думаю, что Не последний урок Эликсир тут сыграл А я симпатичнее после эликсира Да? Да? Таки да? Да Ты вообще красивая Я не понимаю Сейчас это комплимент был У меня вообще сложилось ощущение Что никакая муза ему не нужна Он и эликсир Отличная парочка Хотя на самом деле Тогда я просто не знала Зачем ему нужна муза Аи И наконец эликсир его вдохновил Илья Смотри Что, пришло? Аккуратно. Теряю опору. Очень сильно. Свои оси. Твои прекрасные губы. Сейчас, сейчас, сейчас. Как караси. А вот и шедевр. И как теперь с этим жить? Я взгляну, что ты прониклась. Поэзия вперед. Огребет, я бы даже сказала поэзию. А может, погреби как бы. Чтобы взбодриться. Ты мощный чувак. Извини, что не ямба, мы не хореем. Но у меня тут полные амфибрахии сейчас. Но я нахожу правильный аргумент. Погреби уже, я тебе стихи почитаю. Конечно, ему захотелось поторжествовать над моим стихоплёдством. А я хоть отдохну. Не, Крис, таким грибцом. Вы тут до зимы плавать будете. Давай, давай я. Не удалось мне почитать. А хотя нет, почему я тебе почитаю стихи. Ты Валентин, да? Валик, Валик, Валентин. Ты сидишь как... Пингвин. Плохая рифма. Вазелин тоже нехорошо. Хорошо, что-то... Властелин! Не катит, да? Хотя я и не претендую на статус поэта. У меня, вообще-то, сегодня статус музы. Чудеса романтики, бля. Чудеса романтики, бля. Но, как по мне, роль музы лучше исполняет наливочка. Непонятно, зачем меня тогда звал. Крис, за вами гроза. Срочно возвращайтесь. А что вам сказать? Так сильно меня поэзия еще не вдохновляла. Так, давай поэт, давай, давай, давай. Еще немного и я олимпиаду выиграю. В общем, грозу я обогнала. И мы с Валентином вышли сухими из воды. Хотя Валентин норовил выйти мокрым. Крис, на выходе. И я ведь еще не знаю, что на самом деле уготовил мне Валентин. Да, я влюблен в себя. А Валентин мной прям проникся. Я прям врублен. Врублен. Или наливочкой проникся. Ты прям так быстро влюбляешься? Порек и... Можно с вами святой расклад? Ой, как не вовремя. Сонки, привет. Это ко мне. Давайте, давайте, сейчас мы встанем уже. Простим-то. Простим, на, нас фотографируем. А Валентин сжет. Девочки, да, а потом и я с вами сфотографируюсь. Ну так за компанию. Зато девчонки попались сообразительные. Поняли, что я на задании. Это просто известный поэт. Короче, безобидный он. Пора валить. Валентин, ты знаешь, что у меня было все хорошо, как-то необычно. Поэзия, короче, это немножко не мое, поэтому мне надо как бы уходить. Ты знаешь, ты тоже не в моем вкусе. А как же признание в любви? А вот, как бы, и хорошо, я считаю. А должен 500 грейм? Нет, давай 300. Так вот, зачем ему муза? Я дам, я тебе книгу посвящу. Не надо. Я сейчас просто без налички. Я понял, меня здесь не любят. Из горя уселся в первую попавшуюся машину. А, так... Я с трудом выкорчевала оттуда поэта, чтобы его не побили. Меня уже везут. Валентин. Давай, вы хотите, это не такси. Это не такси. И попрощалась. Но не тут-то было. Валентин вернулся. Стой. А что? 100. Что 100? Гривен. 100 гривен? Я же отдам. Не знаю, какой святой Валентин, но то, что ты бухой, Валентин, это точно. Дали мы ему 100 гривен на такси, чтобы по дороге его просто не побили. А я вам так скажу. А только вот сюда у меня не губы, как караси, а глаза, как Иваси. Сашка, ты талантлив, спору нет, забабахай мне. Омлет. Паштет. Ну, далеко мне давлетина, короче. Кстати, про короче. Мои короткие шорты сейчас, что я тебе обещала, превратятся в подставку для планшета. Та-дам. Смертельный номер. Итак, планшет. Я. Два карандаша. И. 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 Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа. ДИВИТСЯ ДАЛИ. Як загублена річ, Ой, вы нашли мой кошелёк? Може обернутись, ВИ в милиции или что? Я нет в какой милиции. С правжним кидаловом. Нет. Вот справа. И как сеанс у ворожки Могут быть какие-то странные звуки. Може закінчитись Санте аппетенте с оптис. Повним жахом. Законяй портал! Сашка, как тебе идет твоя невозмутимость? Спасибо. Спасибо, не булькает. Сначала фокус. Сначала фреш. А пожалуйста. Что-то ты как-то не долил, нет? Ну, сейчас проверим. Так. Ну, я, конечно, немного мазила, но ладно, бывает, бывает. Давай-ка это безобразие протрем. Буду считать минус 4 капли. Ощущение, что не долил, а прям вообще ничего не налил. Сейчас проверим. Так. Ах ты жадина, говядина. Так. Куда? Куда? Я тебе даже прям вообще покажу. Чтоб все по-честному. Куда? Или ты имел в виду, куда послал меня аферист на следующей афере, когда понял, что мы его раскусили. Да, есть такая шикарная афера на сайтах купли-продажи. Когда появляется объявление, потерян кошелек, верните за вознаграждение. И вот тут, ровно через 2 минуты, звонит аферист. Телефонные аферы современной бич. Одно ало. И вы вляпались. Если не знаете схемы, но схему знаем мы. А значит, узнаете и вы. И уже не попадетесь в сети аферистов. Ну, кто из нас хоть раз в жизни что-то не терял? И как сильно хотел найти потерю. Не знаю, в какой же... Можно оказаться. Слушай, родная. Это что ты, мать? Получи, пожалуйста, гранату. И вот то самое ало, с которого и начинается эта афера. Афера, связанная с потерей вещей. Но только если вы разместите об этом объявление. Именно так сделали и мы на сайте бесплатных объявлений. Заголовок утерян. С ошибочками помнишь? С ошибками пишем, да. Чтобы понимали, что Дуся, Дуся. Утерян кошелек красного цвета. Внутри студенческий на имя Кристина. Кристина Власенко. Как ты меня сразу прямо... Елена Кристина, Власенко, Лебедь. Власенко. Объявление разместили. И ровно через минуту... А ты, ё-моё, вот ты не поверишь. Так, неизвестный номер, но не факт, давай. Алло. Кристиночка, Кристиночка, это Андрей Васильевич. Смотрите, я нашел ваш кошелек. Ровно через минуту после размещения объявления. Какое чудо. Просто аферисты такие публикации мониторят. Я нашел ваш кошелек. Вы уже звонили от меня? Нет, мне никто не... Ой, вы нашли мой кошелек? Нет, мне не звонили еще. Первое. Вам звонили от меня? Этот странный вопрос задают всегда, чтобы убедиться, что конкурент-аферист еще не звонил. А если уже звонил, то этим... Вы уже звонили от меня? Он примажется, что это от него звонили и перехватит жертву. Я должен убедиться, что это именно ваш кошелек. Скажите, пожалуйста, что там было? Второе. Что там было? На самом деле этот вопрос не проверка, а манипуляция. Вы перечислите, а он уверенно скажет «да». И вы поверите, что он это видит в кошельке. Вы нашли, да, мой кошелек? Я могу забрать? Мне там человек, который, понимаете, ворует. Третье. Отдал тот, кто ворует. Это главная деталь аферы, по которой вы всегда ее узнаете. И которая еще выстрелит. В конце. Где? Вот справа. А пока аферист считает, что я у него на крючке. Как ворует? Так он не у вас сейчас? Не у меня. Сколько, скажите, пожалуйста, дадите мне денежку за него? Ну, гривен 200, 250... Давайте 300, не вам. Заметили, как он быстро говорит? Забивает баки, чтобы вы не успевали переваривать инфу. А он у вас кошелек, да? Ну, это точно мой кошелек? Девонька, вы там что, в милиции? Вы что, мне на диктофон пишете? Я нет, в какой милиции? Я не в милиции, я просто... Ну, знаете, я хочу же просто знать, что это мой кошелек. Видите мою реакцию? Этот вопрос он задал не просто так. И именно на эту реакцию рассчитывал. Давайте так, записывайте мой номер телефона. А я вот вижу его сейчас, да. Да, давайте вот, 67. Да. 432. Да. Зачем записывать, если я вижу его телефон? Значит, вы выключаете полностью свой телефон. А зачем выключать телефон? И ни с кем не разговариваете. Прямо сейчас выключайте телефон после нашего разговора. Четвертое. Выключайте телефон. Внимание, как только вас просят выключить телефон после разговора, это мошенники. Выключите прямо сейчас телефон, так поделите на место, включите его. Зачем? Затем, чтобы в дороге вам не дозвонились другие аферисты. Нет связи, нет навара. Но я не соглашаюсь выключать телефон. Мне просто может мама там звонить. Не вы честноходитесь? Вы в милиции или что? Я... Да в какой милиции? Нет. Понимаете, как я сказал. Вы хотите обратно только раз на кошелек? Чувствуете шантаж? Либо делай, как я говорю, либо кошелек не получишь. Где вы сейчас находитесь? Я на Дарнице нахожусь. Давайте сами встретимся в ближайшем супермаркета. Я могу быть в форе. Фора вообще супер. Мы сейчас возле фора находимся. Пятое. Мы сейчас как раз тут. Какое совпадение. Даже если бы вы назвали Марс, он бы был как раз недалеко. Лишь для того, чтобы быстрее выманить вас навстречу. И тут я задаю аферисту один вопрос. И что слышу? Слышь, родная? Да то что ты мне нахер? Пожалуйста, получи просто изгранату. Какой вопрос, чуть позже расскажу. А сейчас вы увидите, как безотказно это работает. Итак, мы мониторим сайт объявлений. Смотри, терем кошелек красного цвета в районе метро Теремки. Внутри скетчной карточки пропуск в офис на имя Софии Ленко. Это реальное объявление реальной девушки. И мы ей звоним. Алло. Алло, София? Да. Здравствуйте, я звоню по поводу кошелечка. Вы звонили от меня или нет? Нет. Или нет, да? И ведь поломать схему может всего один вопрос. Но София его так и не задала. Хорошо, тогда выключайте телефон. И через 15 минут, когда будете около новуса, наберете меня. Все, я бегу. Все, давайте, давайте. Спасибо, бегу. На встрече всплывут самые важные детали аферы. Итак, мы на месте. Как София выглядит, мы не знаем. Какая-то подошла новенькая, глядите, такой не было. Она в руках телефон держит. Пробуем набрать. София, вы уже перешли, да? Да, да, я на месте уже. А теперь смотрите, как можно отдать 500 гривен, неизвестно кому, ровно за полторы минуты. Ну, смотрите, у меня тут и получается подойти. Хотя я уже подъехал. Да нет, вы не переживайте, все нормально. Просто я не хочу подойти, потому что я переживаю за свою безопасность. Помните пункт 3? У меня там человек, который, понимаете, ворует. Саша тоже говорил, это София. Зачем? Вы сейчас вызовете ментов, менты приедут, меня повяжут. И повесят на меня всю кражу. Та на что он мне не надо? Так что для безопасности навстречу придет подружка. И это важно. Сейчас передай моя подружка. Видненько не прыгнулась. Алло. Алло, София, здравствуйте. Я Кристина, я от Александра. Я уже подхожу, я буквально в пару минутах. У меня ваш кошелечек, все хорошо? Но не все хорошо для Софии. Смотрите, у меня просто был неприятный такой опыт, хотела как бы помочь человеку. Нашла его паркмоне, принесла навстречу, а он, представляете, вырвал меня из рук и убежал. Я ничего не хочу вас обидеть ни в коем случае, но мне тоже немножко страшно. Вот почему всплывает именно подружка. Девочка, правда, может бояться подойти к незнакомцам. И жертва поверит. Я ничего не хочу вас обидеть ни в коем случае, но мне тоже немножко страшно. Я вас понимаю. А вот тут мышеловка захлопнулась. И подружка тут же слезно просит гарантии, что ее не обманут. Перебросьте то, что вас Саша просил на мобильный телефон денежку 500 гривен. А я к вам сразу же подойду, но вы тоже меня поймите. Хорошо, здесь на выходе есть терминал. Терминал. Именно поэтому в этой афере аферисты и назначают встречу у супермаркетов. Там всегда есть терминал. Так, все, я пополнила. Да, сейчас, хорошо, я подхожу, я уже вас вижу. Да, да, я жду. И все, на номер Саши упало 500 гривен. За полторы минуты. Выключай телефон. И вот она стоит, ждет. А телефон-то у меня выключен? И у аферистов был выключен. Но София упорно ждет, уже 15 минут. И не верит, видишь? А человек до конца не верит, что ты понимала. Она еще час тут будет стоять, ну полчаса так точно. Хотя я и сказала, что я вас уже вижу. То есть я, по сути, от нее в двух секундах ходьбы. И ведь все это София мог остановить один ваш вопрос. Который вы не задали. И аж через полчаса... Она бы поняла, что я его ханула. Я не понимаю, она идет или нет? Опа, 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 опа. Погнали. София! Софийка, стой, 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 стой. Не плачь. Не плачь, все хорошо. Ну, выканула программу аферистов в сетях. Это я, я, я Кристина. Это же я тебе звонила. Конечно, она не сразу пришла в себя. На самом деле, это была бы афера, но... Я же отправила деньги. Ты отправила деньги, которые, кстати, да, которые мы тебе возвращаем. Вот тебе 500 гривен. Спасибо. Смотри. Молодец. Ни денег, ни денег. Сальчик, мы тебе честны. Мы, к сожалению, не нашли твой кошелек. Зато купили красивый новый. В нем там на 30 тортиков. Тебе еще маленький бонус. А вот вам бонус, как уложить афериста на лопатки. Если вам позвонят, задайте один вопрос. А пишите, пожалуйста, кошелек. Сколько отделений? Какая застежка какая? Потому что кошелек никто не находил. И описывать просто нечего. Пожалуйста, получи, пошли гранату. Самое важное, пока не увидите утерянную вещь вживую, никаких денег наперед. Работает вообще железно. А я тебе фокус тоже, кстати, вживую покажу. Отгадку, отгадку. Итак, куда же делать жидкость из стаканчика, которую я вылила в бумажный пакетик? На самом деле, у меня вот в этом вот стаканчике был еще один стаканчик. Вот он, тебе он видно? Вот такой прозрачный. Главное, чтобы наружный стакан был такой мутноватый, непрозрачный. А внутри вот такой вот пластиковый стаканчик, в котором вырезан вот такой хитрый носик. Вот носик тебе видно такой буквочкой В? Когда, значит, я наливала сок, я его лила. Сейчас я тебе попробую показать как-то. А я его наливала так вот между стенками. Сейчас мы тут снова это приберем. Вот сюда вот между стеночками наливаю. Теперь самое интересное. Когда я выливала в бумажный пакетик, вот смотри, я наклоняю, а вся жидкость льется через носик в этот внутренний прозрачный стаканчик. Ни одной капли не падает в бумажный пакет. А все туда так потекло. И жидкость как будто бы исчезает. Это все так, знаешь, прикрыто как бы пакетиком. Эффект такой просто огонь. Сашка, что-то я заскучала за твоей тишей челюстью после моих фокусов. Так что сейчас я ручкой проткну твой палец. Хорошо, шутим мой. Мой. Вот этой ручкой. Итак, обычная карта. Ручка. Держи. Держи, держишь, я надеюсь? Блин, ну ручка абсолютно обычная. Ты же понимаешь, да? Палец тоже. Совершенно обычный вот палец. Ну давай. Ну как? А дырочка-то есть в карте? Магия, Сашка, магия. Кстати, на следующем расследовании я побывала у гадалки, которая двигала предметы взглядом. Правда, слегка переборщила и выжила злого духа. Орали мы с ней обе так, что в Австралии, по-моему, землетрясение началось. Когда дело касается магии, могут быть какие-то странные звуки. Не пугайся. Я ситуацию контролирую. Ситуация может... Напрочь выйти из-под контроля. Хотите выйти замуж, стать богатой, приворожить любимого, найти мужа? Будьте готовы к тому, что вам попадется гадалка Лада. Понимаете, 2400 гривен для меня это очень большие деньги. Я так не знаю, от отчаяния пошла. Это за один сеанс 2400 гривен? Нет, я была у нее на трех сеансах. Это сумма за три сеанса. Один сеанс стоит 800 гривен. Для меня это вообще очень большие деньги. Она мне обещала, что муж бросит любовницу и вернется ко мне навсегда. А муж в итоге навсегда ушел к любовнице. А как она объясняла это? Да ничего она мне по сути не объяснила толково. Сказала, что вроде бы соперница какой-то черной магией занималась, против которой ее борозбы, гадания, не знаю, как это называется, бестильно. Черную магию? А что она, а почему, а зачем она три сеанса тогда проводила? Я, по сути, я сама этого поднять не могу. Универсальная отмазка. Проверить, что там наворотила соперница, невозможно. Кто ж в таком признается? Так что мы взялись за дело. А у вас остались, да, контакты, все телефоны? Да, и адрес записанный, и время, когда я к ней переходила. Ну, прекрасно. Смотрите, мы вас очень попросим, так как это она принимает у себя на дому, нарисовать план ее квартиры. Буквально там кое. Где стол, где стул, где коридор. Конечно, я вам помогу. Тогда мы еще не знали, что шок будет и у гадалки, и у нас. Господи, я вас знаю! В 13.00 меня ждет гадалка Лада. Сейчас без пятнадцати. Я тщательно проверяю технику. Скрытую камеру на одежде, нательный микрофон и камеру в сумочке. Там же еще две, чтобы установить на месте. Раз, раз. Саша, я. Понял тебя. А лифт закрылся, но не едет. И назад выпустить не хочет. Все, зафиг не выпущу. Они вообще не нажимаются. Наконец лифт тронулся, но привез меня на два этажа ниже. Скрытые камеры в подъезде мы установили заранее. Здравствуйте, Лада. Я Кристина. Здравствуй. Я Кла. Как добралась? Спасибо. Хорошо, немножко, правда, пробки сегодня. Ну, доехала. Ну, выглядит гадалка Лада убедительно. Так, ну, я готова. Проходи. Сюда. Да, присаживаться. Да. Да, спасибо. Я сумочку поставлю, просто, чтобы она мне не мешалась. Итак, это та же комната, схему которой нам прислала Наталья. Даже вазочки на тех же местах. Что привело тебя ко мне? Желание вывести на чистую воду. И скоро, Лада, вам это очень не понравится. Лада! А пока? Да, знаете как, ну, как обычно, наверное. Я, как положено, типа нервничаю. Как-то все подружки замуж уже повыходили. Интересно. А я девушка не кривая, не глупая. Борщ умею варить. Чувствую, энергия на тебе злая. Прости. Пора. Изучив схему Натальи, сейчас я четко знаю, куда установить скрытые камеры. Я помню, что у меня... Ну все, готово. Три камеры в работе. Ну, хорошо, извините. До свидания. На самом деле, это наша Оля, которая записалась на прием после меня. Но специально ошиблась временем. И пришла на мое время. Я просто помню, что я вроде как на 13 записывалась. Не может быть. У меня в блокноте все записи. Да-да, вы правильно догадались. Это был отвлекающий маневр. Пока они там разбирались, я тут шуршала. В итоге камеры установлены. Гадалка ни о чем не догадалась. Беспокойство людей губит. Продолжим. Чувствую, завистница у тебя есть. Брюнетка. Из твоего ближнего окружения. Отличное попадание. Но у кого в окружении нет хоть одной брюнетки? И все? Типа она правду говорит. Зависть у нее к тебе черная. Она к тебе мужчин и не пускает. Вот мой любимый сейчас удивится. Кто это его ко мне не пускает? Сейчас кофе тебе сварю. Да, звонившая Наталья говорила об этом. Бери кофе правой рукой. Пей до дна. Кофе все мысли впитает. Все суетно отринь. Как монотонно говорит. Этим, кстати, можно ввести в легкий транс. До дна пей. Чтоб гуще осталось. Крепковатый просто кофе. Да не, кофе просто гадский. Но я же ей этого не скажу. Хотя за 800 гривен за прием можно было и не такой шмурдяк заварить клиенту. Теперь покрути чашку три раза левой рукой по часовой стрелке. Левой рукой по часовой стрелке. Теперь накрой чашку блюдца. И переверни от себя. Оставь так. Пусть гуще ответ дает. А знаки прорисовываются. Минуты три прождали. И вот оно откровение. Так, вижу у кромки уточку. То, что в скором будущем случится. Уточку? Я надеюсь, хоть не эту? В принципе, уточка это хороший знак. Можно мне глянуть? Да, как по мне, размазня размазней. Но вижу еще носорога и зайца. А это уже не очень хорошо. Не очень хорошо Лада ждет вас. Впереди. А пока стращайте меня. Носорог – это значит какой-то недоброжелатель. Причем это близкий человек. Заметьте, все фразы настолько универсальны, что применимы к любому человеку. А Лада берется за карты Таро. Извинь от себя. Но я понимаю, что в ней подкупает клиентов. Уверенность и такая себе таинственность. Видишь, третья карта. Жрец? Жрец. Ой, это не тот ли жрец, который ночью, бывает, нападает? Тогда да, это про меня. Карты не врут. Жрец в перевернутом положении. Означает клевету, негатив. Вот это и есть завистница твоя. Опять 25. Но Лада тут же обещает завистницу победить. И в жизнь твою мужчин твоих вернуть. Ой, моих не надо бывших. Лучше новых. Мужчин много не бывает. Я не претендую на горе у него одного надежного, хорошего. Делаем. Я гадалка потомственная. Да-да, такая потомственная, что все результаты гадания потом. Видимо, в следующей жизни. Я обещала, что муж бросит любовницу и вернется ко мне навсегда. А в результате муж бросил у меня. У меня все девушки, которые были, все замуж вышли, мужьями довольны. Своим подругам советуют. Мужей. Я извините просто. Хорошо, что ты еще шутишь в твоей ситуации. А это манипуляция и запугивание. Типа, мое дело труба, но я этого еще не осознаю. И только она своим даром это видит. Решим твою проблему. Ты фотографию принесла? Да, конечно. А вот сейчас будет то, что повергало клиенток в шок. Есть у меня кольцо древнее, родовое. Оно очень тонко энергетику чувствует. Сейчас и проверим, насколько сильную порчу она тебе сделала, завистница твоя. Как? Уже не просто зло, уже прям порча? Теперь подноси свою фотографию к кольцу медленно. Сама все увидишь. Я даже перестала дышать. Видела? Аж отталкивается от твоей фотографии такой негатив сильный. Даже зная про кольцо от Натальи, я не ожидала такого эффекта. Зато Лада ожидает мой шок. По-моему, похоже. А Лада срочно начинает меня очищать. Нужно прять твоих волос. Я... Ну, просто... Хорошо. Чуть-чуть. Так, ого. Сюда положи. Потом Лада комкает мои волосы в салфетке и поджигает. Смотри, какой черный дым идет. Сильная на тебе порча. Вижу дым обычный. И камера на моей одежде уверенно видит обычный дым. Но расчет на то, что клиентка после кольца уже верит всему. Для закрепления очистки предлагают мне флакончик с какой-то водой. Направляю волю свою, направляю плова свою на то, чтобы черное дело врага в тупице шло. Пардон, с заговоренной уже водой. Пей до дна. И тут же демонстрирует результат очищения. Отрежь еще небольшую прядь волос. И снова поджигает. Совсем светленький. Помнишь, какой тот черный с копотью был? Помню такой же дым. Да можем сравнить с камеры на мне. Вот до. А вот после. Называется «Найди здесь отличий». В общем, все с гадалкой Ладой ясно. Все кроме кольца. Под занавес Лада заговорила мою фотку на любовь. Силы любовные, придите. Приложив зачем-то колбу. Три ночи спать на этой фотографии, положив ее под подушку. Думая, конечно, о нем. Представлю-ка я брадопита. Мне как раз некому елку вынести. И, наконец, гвоздь ее программы. Цепочку с тобой взяла. Цепочку просит у всех клиенток и обязательно золотую. Ведь золото хорошо впитывает энергетику человека. Я ее заговорю, положу под лунный свет. И она эту личную вещь заряжает на любовь. Чтобы приворот наш сработал. А если клиент сомневается, оставить ли? Она должна заряжаться пару дней, потому что мы притягиваем к тебе пару. В общем, все легенды у нее продуманы. Женская сила, она шея. Что, ты знаешь, как говорят? Мужчина голова, а женщина шея. Да, есть такое. И вот поэтому нужно оставлять именно цепочку. Но если бы вы знали, что она на самом деле делает с цепочкой. Чушь какая собачья. Да и не партия, я сказала. Зато на сегодня на этом все. И за прием я должна 800 гривен. У меня не получилось, к сожалению, без дачи. Я так просто бежала с работы, поэтому у меня тысяча. У меня специально со сдачей. Это наш хитрый план. Хорошо, дашь пока 500 гривен. А остальное на следующем сеансе доплатишь. А план-то провалился. От Натальи мы знали, что за сдачей Лада выходит в другую комнату. А я бы как раз успела забрать скрытые камеры. Но облом. И уже почти на выходе Лада предлагает мне ритуал очистки жилища. Кстати, предлагает всем, мол, все сработает только в комплексе. И я соглашаюсь, нам же только это и нужно. До свидания. Ой, как тут, не знаю, как тут открыть. Блин, камеры не удалось забрать вообще никак. Да, мы слышали. Я ей говорю, вот типа денежка. Она говорит, а вы мне на следующем сеансе отдадите. Опа. Это она так себе обеспечила, то, что я приду к ней на следующий сеанс. Заходи, Лена, что ты мерзешь, заходи. Ну, заберем камеры, значит, после этого самого. После разоблачения заберем камеры. Она уже никуда не денется. Итак, сегодня псевдогадалке Ладе мы устроим такой дэнс, что запомнит надолго. Для этого мы арендовали квартиру, которую Лада будет очищать, как мое жилище. До ее прихода час. Все скрытые камеры уже на месте. Осталось разобраться только с люстрой. Нет, давайте так. Сначала там включить. Твою часть. Это часть нашего плана. 15 минут до ее прихода. А Лада прям сияет. Ведь сегодня за очистку я должна и тысячу гривен. А вот и цепочка твоя. Луной заговоренная. А живой заряженная. Ой, да заряженные тут мы. И уже очень готовы выстрелить. Да, по телефону Лада предупредила, что будем работать с зеркальным порталом. И все большие зеркала в доме надо завесить. Ты приготовила зеркала, как я просила. А для ритуала попросила приготовить два небольших зеркала и столик. Сейчас начнем открывать зеркальный портал. Опиши мужчину, какого ты хочешь, чтобы мы приворожили. Ну, понеслась. С одной стороны мы прикрепим, какой мужчина должен прийти к тебе, а с другой твою фотографию. Сейчас могут быть какие-то странные звуки. Может свечка как-то необычно себя вести. Что бы ни было, не пугайся. Я ситуацию контролирую. Ой, что-то мне уже не по себе. Силами данными мне я открываю зеркальный портал. Конфирма Госфорте Санте Акве Потентес Оптис. Как-то стремно это все выглядит. Мы никого лишнего случайно не вызовем. Конфирма Госфорте Санте Акве Потентес Оптис. Однако она выкладывается на все сто, точнее тысячу гривен. Санте Акве Потентес Оптис. Это зеркало! Вы закрыли портал или нет? Вы закрыли портал! Нет! 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 Ты что орешь как аспальница? Что? Лада, ты чего зеленая такая? Вопрак упасть готова, да? Ты думала, что достаточно безнаказанная? СОЗНАВАЙСЯ! СОЗНАВАЙСЯ! ПОШЛИ! Добро пожаловать в программу Аферисты в сетях на новом канале. Кто такие? Кто такие? Что вам от меня надо? Вы не услышали? Программа Аферисты в сетях на новом канале, потому что вы аферистка. Лада. Или кто вы там, я не знаю. Не ладится у вас что-то Лада. А я людям помогаю. Чьям вы людям помогаете? Во всем помогают. Сначала снимали скрытые камеры. Чтобы мы видели все ваши махинации, которые были на приеме. Чего вы на меня так обалдевшие смотрите? Она-то знает, что ей есть что скрывать. Чушь какая собачья. Дайте пойти, я сказала. Но от правды не убежать. Давай сюрприз на ноге. Дошло. На самом деле у Лады все ладилось, пока на прием не пришла я. И не узнала о тайне цепочки и сюрпризе на ноге. Цепочку гадалка Лада просила у клиентов совсем не за тем, чтобы заряжать под луной. И первое подозрение возникло у звонившей Натальи. Вы знаете, я не уверена. Но дело в том, что у меня есть любимый кулончик. И я его носила на цепочке. Он ложился. А после того, как мне вернули цепочку, кулончик стал выше. Ну, я вообще не понимаю. Мы перед походом к Ладе взвесили мою цепочку. 6 грамм ровно. Угу. А на разоблачении, прямо перед ней, взвесили ее снова. Она под лунным цветом что, усохла на грамм? Да, Лада просто снимала с цепочек по несколько звеньев. С каждой клиентки навар по грамму золота. На глаз вообще незаметно. И клиентке ни сном, ни духом. За неделю могла надергать на 5 таких цепочек, как я и принесла. Но самое интересное – это фокус с кольцом. Подноси фотографию к кольцу. Помните мой шок? Еще бы, кольцо само дернулось. А теперь посмотрите со скрытой камерой, которая была у нее за спиной. Вот я пристально смотрю на кольцо. А Лада что-то делает под столом. Но и скатерть закрывает, и длинная юбка. Да, как говорят, не бывает худо без добра. Блин, камеры не удалось забрать вообще никак. И вот, что они записали после моего ухода. Лада кому-то позвонила, прибрала со стола и подняла юбку. А там магнит примотан к ноге. Так что кольцо дергалось не от негатива, а от магнита. Зато клиентки при этом дергались от шока. А теперь про наш фокус. Говорящее зеркало вовсе не зеркало, а плазма с рамкой под зеркало. И заговорило зеркало с помощью обычного пульта. А летящие предметы летели из коридора, тоже без всякой магии. Хотели забросать ее помидорами, да пожалели чужую квартиру. Хотя было бы заслужено. Все еще думаете, что это магия? Тогда жду, когда Брэд Пит мне елку вынесет. Ну, не сладилось, короче, у Лады. Зато у меня все сладилось. Итак, как это мне удалось пробить карту, но не пробить палец? Я когда брала карту, я ей прикрывала очень хитрый маневр. Я пальцы сложила особенным образом. Вот так завернула это, а когда заворачивала это, оп, и вот так завернула вот это. А вот здесь вот растяжка от растяжки вот так соединила. Ну и получилось, что вот, какой отличный палец у меня. Когда я одевала на руку, я так чуть-чуть там внизу оставила такой зазорчик между пальчиками, чтобы рука могла влезти. Не, ну скажи незаметно. Так что что? Так что будьте бдительны и попадайтесь только в любом на сети, а не в сети аферистов. ДИВИТЬСЯ В НАСТУПНІЙ ПРОГРАММІ Коли аферист ненормальна тетя лікар. Что раздвинуть показать? Это она написала 12-летней девочке. Тетя доктор. З ненормальними вимогами. СРАМОТА. Ну все, там что? Нет, там нормально все. Зустріч може закінчитися шоком. ТАЯК ВИПАДКОВА ЗУСТРИЧ Я тебя расслабляю? Да. Или напрягаю? В каких-то местах расслабляешься. В каких-то напрягаешь. МОЖЕ ВИЯВИТИСЬ ПЕРЕВІРКОЮ НА ВІРНІСТЬ. Ты можешь рассказать мне все самое сокровенное. Я не знаю, какой у тебя размер ноги? У меня размер ноги 44. Тебя только размер ноги мое интересуюсь? Я тебя урожу. ДЕ РАПТОМ ВСЕ ПІДЕ НЕ ЗА ПЛАНОМ. NO! Субтитры сделал DimaTorzok